Программа «Сараем Семей» приветствует своих зрителей. Мы начинаем нашу информационно-развлекательную программу в прямом эфире. Программа трехчасовая, два часа поапшаемся на тему передачи. Третий час посвятим телегре часу дачи, в которой каждый из вас может принять участие. Но кому повезет больше, получит приз предоставленный спонсорам игры. Ал энді бағдарламамызды дәттегдей бүмкінгарнуған ауарайы мәліметмесі дәрді астырой пекпісі. Алтыншы маусымдаға ауарайына болжам. Абылдарламызды дәрді ауарайын. Абылдарламызды дәрді ауарайын. Абылдарламызды дәрді ауарайын. Абылдарламызды дәрді ауарайын. Менен құрметті көрмендер, бүгін күнгарналған ауарайын әліметмен таныс болдыңыздар. Ал бүгін тарихтың еншісінде қандай Атаулу елі өлігіндермен істегалды. Алаштын Айтулы Найдарнан Белетн Беластер. 1664 год. Новый Амстердам был переименован в Нью-Йорк. В 1799 году родился Александр Сергеевич Пушкин, русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления, критик и теоретик литературы, историк, публицист, один из самых авторитетных литературных деятелей 1-й, 3-й, 19-го века. Год 1882 Генри Сили запатентовал электрический утюг. В 1936 году появился на свет Турсын Абов, известный живописец, заслуженный деятель искусств Казахстана, член Союза художников Республики Казахстан. 1944 год. Началась крупномасштабная высадка войск союзников в Нормандии, начало крупнейшей амфибийной операции в военной истории открытия второго фронта. В 1936 жылы журналист Ақын Аудармаша Мұрзабеков кенгішілік Ағытайлы дыне келді. В 1936 жылы бірнші етникалық Қазақ, керекрим күресе бойынша, олимпиадасының, маскеудеткен олимпиаданың алты медалі жеген валған Алем чемпион, шкемпірі в жақсылық дыне келді. В 1936 жылы жазы үшіншілі, жылы 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 дырғы, үшіншілі, үшіншілік үшіншілі, үшіншілі, үшіншілі үшіншілі. 1997 в Астане открыт мемориал памяти жертв политических репрессий. В 2012 году по итогам конкурса Международного банкнотного сообщества памятная банкнота 10 000 сенге стала лучшей банкноты 2011 года. Ну а сейчас наша программа продолжает очередная рубрика, после мы вернемся к нашему разговору. 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 С какой целью, для чего, расскажите нашим зрителям. В январе текущего года ректор Государственного медицинского университета Ерсен Турсаханович обратился с предложением к ректору Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета Курманбаевы Широнсхана с предложением открыть две специальности, то есть начать подготовку студентов по новым образовательным программам на стыке разных профессиональных отраслей. Первая – это подготовка специалистов в области IT-технологий в здравоохранении по интегрированным образовательным программам. И вторая программа – подготовка специалистов в области медицинского права по программе двухдипломного образования. Вот эти две образовательные новые программы на стыке двух специальностей. Первая – это информационная система и медицина, то есть мы будем вести подготовку IT-специалистов в области здравоохранения в рамках специальности информационной системы, которая реализуется в нашем университете, в Казахском гуманитарно-юридическом инновационном университете. И вторая программа – программа додипломного образования – подготовка специалистов в области медицинского права на стыке специальностей юриспруденция и специальностей общей медицины. А сколько это необходимо сегодня? Пожалуйста. Мы думаем, что это актуально. Оба направления весьма актуальны. Про IT-здравоохранение Клара Соковна подробнее расскажет. Я расскажу о медицинском праве. Сегодня, когда пациенты довольно грамотно обращаются к врачам, уже сделав домашнее задание. То есть они приходят подготовленные, начитанные в интернете и так далее. И не секрет, что в последнее время очень много жалоб на систему здравоохранения. Исследования показали, что 80% из них необоснованные. И здесь очень важно нашим коллегам, медикам, быть юридически подкованными для того, чтобы уметь защитить себя в таких ситуациях, когда возникает судебное расследование. Специалисты в области медицинского права могут выступать и как медиаторы, и как между пациентами и системой здравоохранения. Кроме того, специалисты в области медицинского права, ожидается, будут очень востребованы в связи с внедрением государственных закопок, оформлением трудовых взаимоотношений, внедрением системы платных услуг в связи с внедрением обязательного медицинского страхования. Врачи, которые будут иметь второе высшее образование в области медицинского права, будут более подкованными в качестве врачей-экспертов. На сегодня в отрасли очень необходимы врачи-эксперты в сфере психиатрии, в сфере судебной экспертизы и так далее. Ну, вообще, специалисты в области медицинского права, они, прежде всего, необходимы для решения различных медико-правовых проблем, которые будут квалифицированно разбираться в данной проблеме и иметь высшее профессиональное образование в области медицины и в области юриспруденции. Я думаю, подобные специалисты будут востребованы в будущем на рынке труда, особенно во всех отраслях здравоохранения. Но если мы скажем об следующей специальности, специалистов IT-технологий в здравоохранении, то сейчас вы знаете, что в системе здравоохранения очень активно используются различные информационно-коммуникативные технологии. Внедряются такие технологии, как смарт-медицина, дистанционная профилактика, электронная медицина. И, соответственно, для реализации данных технологий разработана концепция, долгосрочная концепция развития электронного здравоохранения Республики Казахстан на 2013-2020 годы. И для того, чтобы квалифицированно внедрить информационно-коммуникационные технологии, не только внедрить, создавать определенные программы, сопровождать эти программы, внедрять эти программы, необходима подготовка квалифицированных специалистов в области именно IT-технологий в здравоохранении, которые будут подготовлены с учетом междисциплинарных специфичных компетенций. То есть, естественно, в Республике Казахстан у всех вузов ведется подготовка по специальности информационная система. Но подготовка студентов по специальности информационная система в нашем университете отличается тем, что мы составили интегрированную образовательную программу. Что это такое? В учебные планы специальности информационной системы мы вводим не только дисциплины, касающиеся общей информационной системы, но и отдельные базовые дисциплины в области медицины, например, как медицинская статистика, биостатистика, общественное здравоохранение и здоровье и другие дисциплины. Симуляционные технологии. Симуляционные технологии, да. Вот эти изучения данных дисциплин, как общая информационная система, отдельные базовые дисциплины по медицине позволят сформировать у студентов умения, знания, навыки для получения специализированных профильных дисциплин именно информационной системы в здравоохранении. Что из себя будет представлять процесс обучения студентов? По специальности IT-технологии в здравоохранении подготовка студентов будет осуществляться на базе Казахского гуманитарного юридического инновационного университета, поскольку в нашем университете есть приложение к лицензии для ведения образовательной деятельности именно по специальности информационная система. На данный момент мы ознакомили студентов первого курса, которые обучают. Вот в этом году закончили первый курс с новой образовательной программой. По этой специальности у нас на первом курсе обучается 18 студентов. Всем студентам понравилась эта программа, они изъявили желание обучаться именно по этой специализированной, интегрированной образовательной программе. То есть они не будут просто специалистами в области информационной системы, Они будут специалистами в применении информационных систем во всех секторах здравоохранения. Интегрированы, потому что часть дисциплин по этой специальности будут преподавать наши сотрудники. И мы будем давать контент именно в области здравоохранения. На сегодня это не только медицинская информационная система, но и современное оборудование, оно все цифровое. И мы хотим, чтобы на нашей базе студенты IT-специальности имели возможность, что называется, пощупать руками это оборудование, посмотреть, как оно работает, чтобы они посетили больницы, посмотрели на местах эти оборудования. И плюс мы хотим использовать возможности нашего симуляционного класса, учебно-клинический центр, где современное цифровизированное оборудование уже имеется. Это современные манекены и муляжи. Что касается подготовки по медицинскому праву, то мы предполагаем организовать обучение частично в дистанционной форме. 44 кредита и 45 кредитов у нас будет в период летних каникул. То есть это один курс и захватывает еще процесс летнего периода? Будучи студентом медицинского университета, без отрыва от основного места учебы, в каникулярное время можно будет освоить специальность медицинское право, а в течение семестра работать дистанционно. Сейчас это распространенная практика и очень удобно и мобильно. Это можно делать с любого источника, и с мобильного телефона, и с компьютера, и с любого гаджета цифровизированного. Какой-то определенный критерий отбора для студентов будет? Да, обязательно. По специальности IT-технологии в здравоохранении наши студенты будут проходить обычную процедуру комплексного тестирования, либо единого национального тестирования. Мы вводим в образовательные программы новые дисциплины, формируем интегрированную образовательную программу, как я уже отметила, с изучением дисциплин информационной системы. Хочу просто акцентировать внимание. Базовый дисциплин в области медицины и специализированный дисциплин применения IT-технологии в здравоохранении. Соответственно, обучение будет проводиться на базе Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета с привлечением профессорского преподавательского состава Государственного медицинского университета города Семей. Ну а по специальности медицинское право будет осуществляться подготовка студентов только направление медицинского профиля, то есть студенты по окончании первого курса Государственного медицинского университета города Семей могут поступить на базе собеседования на вторую специальность юриспруденция, которая реализуется в Казахском гуманитарно-юридическом инновационном университете. И в данном случае эта программа додипломного образования, она предусматривает подготовку студентов с формированием именно медико-правовых профессиональных компетенций. То есть студент, который знает основы, не просто основы, а студент, который получил базовое профессиональное образование в области медицины, параллельно будет обучаться и получать базовое профессиональное образование по специальности юриспруденция. Именно с квалификацией медицинского права, поскольку в учебные планы специальности юриспруденция, помимо общих правовых дисциплин, например, как гражданское право, уголовное право, которое изучает студенты специальности юриспруденция, будут введены дисциплины, связанные с изучением законодательных правовых актов в области здравоохранения. Именно с этим вопросом. Так вот, на специальность медицинское право мы будем принимать по результатам собеседования. Прием документов будет осуществляться на специальность медицинское право, поскольку по этой специальности студенты, мы планируем, будут обучаться в летний семестр, как вот отметила Игульба Тимбаяна, будут осваивать в течение 8 недель 9 кредитов. И в период теоретического обучения в медицинском университете дистанционно будут осваивать в течение 15 недель 11 кредитов дисциплины. В последнее время, это основные документы, как аттестат, сертификат прохождение ИНТ, он должен находиться в базовом вузе. Программа двудипломного образования по специальности медицинского права предусматривает выдачу двух дипломов. Первый, основной диплом, это диплом Государственного медицинского университета города Семей. И второй, дополнительный диплом по специальности юриспортенца Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета. Поскольку медицинский университет выдает основной диплом, первый диплом, то оригиналы документов, аттестат, сертификаты ЕНТ находятся в личном деле медицинского университета. Мы берем только нотариально заверенный документ об образовании. Либо это будет о среднем общее образование, либо это о среднепрофессиональном образовании, нотариально заверенный документ. Ну и сертификаты ЕНТ нам нет необходимости брать у наших абитуриентов, претендентов, кто хочет получить второе параллельное высшее образование по программе двудипломного образования, поскольку зачисления будут идти по результатам собеседования. Добрый день. Ну вы извините меня за дилетантство, но у меня такое рассуждение. Со времен Гиппократа, а может быть и раньше, был девиз. Врачи вторые после года. Вот теперь я представляю, я студент, прошел базовое правовое образование юриста. А по специальности я не рассерывал, к примеру. Будет ли у меня время думать о правовых отношениях, когда мне надо делать спасать человека? Правильно ли я делаю, неправильно ли я делаю? Я спасаю человека. Зачем мне думать о юриспруденции? Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Я хочу пояснить, что если человек будет работать нейрохирургом, он работает нейрохирургом. Если человек имеет второе высшее образование в области медицинского права, он работает как юрист в области медицинского права. На сегодня во многих больницах уже есть должности юриста. Это первый момент. Второй момент. Они могут работать в качестве врачей и экспертов, будучи в системе здравоохранения. Третий момент. Они могут выступать консультантами по конфликтным моментам на досудебном расследовании или во время судебных процессов. То есть мы не забираем специалистов из отрасли медицины. Мы готовим для отрасли здравоохранения более компетентных врачей. Совсем не обязательно в процессе лечения, осуществления операции постоянно думать о том, делаю ли я правильно. Это совершенно другая сфера деятельности. И поэтому опасаться, что постоянно человек, который сейчас находится на операции, думать будет об правовых аспектах, не стоит. Самое главное, чтобы этот нейрохирург был квалифицированным специалистом в своей отрасли медицинской. Мы же будем готовить совместно с Казахским государственным инновационным юридическим университетом специалистов со вторым высшим образованием. И это международная практика уже, да? Ну, вообще, в медицинские университеты, сейчас не только в нашей республике, но и в странах СНГ, активно внедряют дисциплину медицинское право. Очень много возникает конфликтных ситуаций в отношении врачебной ошибки, либо в отношении пациента. И для того, чтобы квалифицированно решить эту медико-правовую проблему, нам кажется, что возникает необходимость подготовки квалифицированного специалиста, который бы разбирался не только в правовых аспектах, но и хорошо разбирался бы в медицинской практике. И если это практикующий врач, он будет заниматься своей деятельностью. Но в то же время, не каждый день же возникают такие ситуации. В экстренных ситуациях квалифицированный специалист, который обладает квалифицированными знаниями в двух областях, может оказать квалифицированную помощь и как медик, и как юрист в данном случае. Скажите, пожалуйста, а стоимость обучения уже определена? Да. По специальности медицинское право, да, она определена. Стоимость одного кредита составляет 7500 тенге. Учитывая, что студенты у нас осваивают в течение одного учебного года 20 кредитов, 11 кредитов дистанционно и 9 кредитов в летний семестр, то стоимость обучения одного года составит 150 тысяч тенге. Одного года обучения. Ну, а по специальности информационной системы, стоимость обучения в нашем университете определяется стоимостью образовательного заказа. Но поскольку на этот учебный, на будущий учебный год, планируемый 18-19 учебный год, стоимость образовательного гранта еще не определена, то и стоимость в нашем университете тоже еще не установлена. Но вместе с тем, мне бы хотелось отметить, что в нашем университете предусмотрена скидка за обучение от 10 до 50 процентов с учетом социального аспекта нашего региона. И по медицинскому праву на выпускном курсе стоимость будет 105 тысяч. 105 тысяч. Ну, там 9 кредитов они осваивают. То есть стоимость обучения зависит от объема осваиваемых студентов кредитов. У нас кредитная технология обучения в университете внедрена. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, звоните к нам. В номер в студии 53-15-64 говорим о внедрении новых образовательных программ. В номер в студии 53-15-64 говорим о внедрении новых образовательных программ. В номер в студии 53-15-64 говорим о внедрении новых образовательных программ. То есть студенты будут обучаться по дистанционной технологии в период теоретического обучения в государственном медицинском университете. Для того, чтобы не загружать студентов, мы предусмотрели изучение основных базовых дисциплин в области юриспруденции по дистанционной технологии в течение 15 недель. Если они в медицинском университете обучаются в течение всего учебного года 36 недель, то из этих 36 недель 15 недель они будут изучать дисциплины юриспруденции по дистанционной технологии в объеме 11 кредитов. Это не так много. Ну и затем в каникулярное время, согласно правилам, типовым правилам кредитной технологии обучения, предусмотрено введение летнего семестра не менее 6 недель. Так вот, в течение 8 недель студенты будут осваивать уже 9 кредитов в период летнего семестра дисциплины, профилирующие дисциплины, связанные с применением медицинского права в области здравоохранения. Например, такие дисциплины, как правовое сопровождение клинических исследований, судебные и внесудебные способы урегулирования споров и так далее. То есть чисто специализированные дисциплины, связанные с применением юриспруденции в системе здравоохранения. Вместе с тем предусмотрено прохождение студентами различных видов профессиональных практик. Такой практики, как учебная практика, производственная практика. Естественно, учебную практику. И на третьем курсе производственную практику они будут проходить в правоохраненных органах. Но в дальнейшем уже на старших курсах мы планируем предусмотреть прохождение студентами производственной практики именно в тех клиниках, в тех организациях, секторах здравоохранения, где имеется служба, юрисконсульская служба. Вот именно это касается медицинского права. Но если мы остановимся на специальности IT-технологии в здравоохранении, то здесь уже, мне хотелось бы повториться, мы предусматриваем обучение студентов по специальности информационной системы в Казахском гуманитарно-юридическом инновационном университете с образовательной траекторией IT-технологии в здравоохранении. То есть мы формируем интегрированный учебный план, который предусматривает подготовку специалистов с междисциплинарными специальными компетенциями. В эти учебные планы будут введены базовые дисциплины по общей информационной системе, базовые дисциплины в области медицины и уже специализированные профилирующие дисциплины по применению IT-технологии в здравоохранении. То есть это будет такой комплексный, интегрированная образовательная программа. А сколько обоснована эта новая технология? Ну, вообще-то, знаете, да, действительно студенты по окончании основного вуза, скажем, медицинского университета могут получить второе высшее образование. Могут пройти переподготовку, повышение квалификации. Но, знаете, отличительная особенность данной системы подготовки заключается в том, что, во-первых, студенты будут обучаться по очной форме. И второе, самое главное, в учебные планы студентов, обучающихся по специальности информационной системы, по специальности юриспруденция, будут введены специализированные профилирующие дисциплины на стыке двух специальностей. Например, юриспруденция и здравоохранение, информационные системы и здравоохранение. То есть будут это специализированные дисциплины. Вообще, подготовка специалистов на стыке различных профессиональных отраслей – это будущее. И веление времени. И веление времени, да. Подобные специалисты будут востребованы на рынке труда. Да, действительно, мы говорим, что в системе образования какие-то специальности уже не востребованы и отходят на второй план, да, появляются новые. Да, да, да. Вот, например, многое говорит о том, что идет перенасыщение роста по подготовке специалистов в области юриспруденции. Но в то же время специалистов, квалифицированных, грамотно разбирающихся в медико-правовых проблемах, сейчас практически не доставят таких специалистов. Почему? Потому что юрист, получив высшее образование в любом государственном, негосударственном, многопрофильном ВУЗе, он получает образование по чисто специализации. Например, по ведению гражданского процессуального права, либо уголовно-процессуального права. Ну а для того, чтобы вести, оказывать юридическую консультацию именно касающуюся системы здравоохранения, это очень сложно. Переучить или доучить специалиста-медика и дать дополнительные знания в области юриспруденции, это намного, скажем бы, проще, но это легче, чем из юриста сделать врача. Это просто невозможно. Ну и потом, сфера здравоохранения, быть юристом в сфере здравоохранения без знания течения заболеваний, подходов к пациентам, нюансов. Каждый пациент – это индивидуальный организм, и поэтому здесь очень важно понимать нюансы для того, чтобы действительно определить истинную причину в конфликтных моментах. И человек, который изнутри знает все проблемы, знает подходы к лечению, знает современные принципы диагностики, современные принципы лечения, человек с медицинским образованием, он только будет на голову выше, чем просто юрист. Действительно, мы видим сегодня, что это необходимость. Спасибо большое за участие в программе. Какие пожелания будут в семье? Уважаемые горожане, спасибо, что прослушали нашу информацию. Мы хотим пожелать вам прежде всего здоровья во всех сферах жизни. Ну, а мне бы хотелось учащимся выпускных классов средних и общеобразовательных школ, я знаю, что идут сейчас выпускные экзамены, пожелать удачи на выпускных экзаменах. Ну, и самое главное, вот, закончив школу, перед ними стоит право выбора, выбора специальностей, выбора вуза. Я вам желаю сделать правильный выбор, потому что в зависимости от того, насколько вы правильно выберете специальность, насколько вы правильно выберете вуз, зависит ваша вся дальнейшая профессиональная деятельность. Две вещи определяют судьбу, выбор спутника жизни и выбор профессии. Совершенно верно. Спасибо большое. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Прогноз погоды на 6 июня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 1664 год. Новый Амстердам был переименован в Нью-Йорк. В 1799 году родился Александр Сергеевич Пушкин. Российский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления. Критик и теоретик литературы, историк, публицист. Один из самых авторитетных литературных деятелей первой, третьей, девятнадцатого века. Монксирис Храгалтшилы Атпасар Аласын Негиза Галанды. Астана Аласынан Солдостык Басхара Екызоцик Шахрым Жерде. Шабайо Эзенның Онжа Галандорны Ласхан. Год 1882-й Генри Силе запоседовал электрический утюг. В 1936 году появился на свет Турсын Абуф, известный живописец, заслуженный деятель искусств Казахстана, член Союза художников Республики Казахстан. В 1944 год началась крупномасштабная высадка войск союзников в Нормандии. Начало крупнейшей амфибийной операции военной истории открытия Второго фронта. Год 1997-й в Астане открыт мемориал памяти жертв политических репрессий. В 2012 году по итогам конкурса Международного банкнотного сообщества памятная банкнота 10 тысяч тенге стала лучшей банкнотой 2011 года. Во втором части нашей программы мы поговорим о национальной борьбе Казах-Курез. Вы можете звонить к нам, делиться мнением, задавать вопросы гостям. В студии у нас вице-президент областной федерации по борьбе Казах-Курез Амантай Казымович Казымов, а также кандидат в мастера спорта по Казах-Курез Назар Ракембаев, и Архат Каэрбеков, мастер спорта по Казах-Курез, чемпион Казахстана. И Назар также является многократным призером Казахстана. Каэрбеков, хорош келдіңіздер. Хорош келдіңіздер. Енді Амантайға осы сана алуа күндерден сонды емізі бір жыма күнден кейін бүкіл күреж шанкерлері көзістікетін үлкен Қазахстан барсы бастырлады. Оған шығыс қазахстан алғысында өте өрктеу семья ғалысын өткен болатын. Кімдер барады? Солын айты өтсен кейсін. Енді бил алла бьерса, осы Қазахстан барсы сегізнші резет өтті. Сонды жет рез өткін несегінш резінде өзін шастники өзімізді өзіміздің белгілі балуан қатырымыз қазахстанға емегісінген спорт шебері өткін чемпиона Алет Нғымарып. Сонды бұ清мің өзіміздің ведөіздің бәуірах Мазивай Фасқат деген өзкөмін қаласынан. В последнее время мы нашли Кышағастану на Казахстане. Сейчас мы нашли в тарихе, что мы нашли в Казахстане. И в 7 разе, в Кышағастане, мы нашли в Кышағастану на Казахстане. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торzok 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 Казахстан Мы прощаемся с вами. Благодарим за участие. Какие пожелания будут городу Семей и Семичану? Мы прощаемся с вами. Благодарим за участие. Благодарим за участие. Мы прощаемся с вами. Благодарим за участие.